Итак, что же такое творческая деятельность? Я уже 10 лет преподаю творческим людям различные специальности, написание сценария и стендап, что тоже очень сложная деятельность. И сам написал две художественные книги, сейчас дописываю третью, и целую массу книг, которые являются нехудожественными, которые, на мой взгляд, писать чуть проще. Поэтому в этом видео мы будем говорить именно о том, как написать художественную книгу. Я это видео записываю не случайно, именно потому что вижу, что многие люди допускают одну и ту же ошибку в развитии своей творческой деятельности. Именно поэтому они не достигают результата. Творческая деятельность похожа на сон. Для того, чтобы дойти до конца, для того, чтобы выспаться, вам необходимо делать это непрерывно. Вот написание книги в данном случае наиболее яркий пример этого сравнения. Вы не сможете написать книгу, этот процесс у вас затянется на очень долгое время, в случае, если вы делаете это прерывисто, если вы делаете это отрывками, если вы делаете это от сезона к сезону, начинаете писать осенью, а продолжаете писать весной. Очень важно, чтобы вы выделяли большое количество времени на это занятие. И в стендапе точно так же я вижу, как ребята не могут отвлечься даже на час от своих телефонов, от того, чтобы не принимать звонки, от того, чтобы не разговаривать со своими близкими, которые постоянно что-то требуют. К сожалению, это приводит к тому, что вы не доходите до состояния, которого вы очень ждете. Большинство из вас об этом говорят. Все хотят поймать вдохновение, чтобы начало писаться от начала до конца, и все качественно. Это связано именно с тем, что мы прерываем деятельность. Для того, чтобы пройти простой тест, вам сейчас понадобится секундомер, он есть в ваших телефонах, и вы будете нажимать на паузу в этом видео. Простое задание. Сейчас все вы, каждый из вас, кто смотрит это видео, поставите на паузу это видео и посчитайте по секундомеру, сколько времени у вас уйдет на то, чтобы досчитать от единицы до ста. Итак, пауза. Отлично. Запишите прямо в комментариях под этим видео, за сколько секунд вы досчитали от единицы до ста. Да, можно считать очень быстро. Чаще всего это приблизительно 30 секунд хватает человеку в среднем. Посмотрите теперь на свой результат, который вы записали в комментариях, и сравните его. Это не так важно для нас. Мы будем соревноваться, как обычно, с самим собой. Каждый из вас будет соревноваться с самим собой. Второй раунд этого упражнения вы должны теперь посчитать от ста до единицы. То есть 100, 99, 98, 97 и так далее, и так до единицы. Итак, пауза. Замечательно. Запишите ваш результат в комментариях под этим видео. Запишите его прямо сейчас, чтобы увидеть, какова разница между тем, как вы считаете от единицы до ста, и тем, как вы считаете от ста до единицы. В большинстве случаев у вас получится чуть больше количества времени, затраченное при пересчете от ста до единицы. И теперь третье упражнение, которое нам поможет выявить, насколько вы эффективно переключаетесь, насколько вы способны к творческой деятельности, которая прерывиста. Третий раунд готовы. В третьем раунде вам нужно будет считать следующим образом. Вы берете одно число сначала и одно с конца, пока не перечислите, пока не соедините их в центре. То есть вы начинаете один, сто, два, девяносто девять, три, девяносто восемь, четыре, девяносто семь. И так, пока у вас не получится, сорок девять, пятьдесят. Готовы? Секундомер готов? Поехали. Запишите ваш результат в комментариях под этим видео. И теперь вы можете наглядно сравнить, как работает ваш мозг при линейном движении, при обратном движении и при переключении. В большинстве случаев на моей практике, когда мы проводили здесь в клубе эти занятия, и посмотрели, у кого какие результаты, чаще всего падение производительности приблизительно на 60%. То есть вы гораздо медленнее работаете, когда переключаетесь. Мозг работает гораздо медленнее. У вас уходит гораздо больше времени на то, чтобы сделать простую задачу, сосчитать от единицы до ста, если вы переключаетесь, если мозгу приходится находиться постоянно в переключении. Вот что такое прерывание творческой деятельности. И творческая деятельность, ее можно сравнить со спортом. В этом есть и плюсы, и минусы. Минус в том, что если вы не добегаете до финиша, как в художественной гимнастике, если вы сорвались со снаряда, как если вы вылетели из желоба при соревнованиях в санях, если вы не доехали до финиша, то не имеет значения, как хорошо вы стартовали, какая была страсть, какое было вдохновение на старте. И вот на этом этапе огромное количество людей срываются, и в том числе при написании книг. То есть людям не хватает усидчивости, не хватает, самое главное, организации собственного труда, для того, чтобы поставить процесс правильно. В этом негативное сравнение со спортом. То есть если вы не доходите до финиша, если вы не дописали книгу, то у вас нет книги, даже если вам не хватило одной страницы, не говоря уже о большем количестве. А положительное сравнение со спортом в том, что если вы добежали до финиша, даже если вы прибежали последним, вы все равно спортсмен. Если вы написали книгу, если вы сумели создать книгу до конца, то поздравляю вас, вы писатель. Даже если эта книга посредственная, банальная, не находит своего читателя по маркетинговым или по соображениям того, что реально неинтересно, не свое время и вообще оказалась невостребованной. Вы все равно писатель. Это значит, что вы освоили процесс, как это делается. А дальше вы можете работать над улучшением качества. Вот это простое сравнение, которое бы я вам рекомендовал. На практике это выглядит так. Человек не отключает телефон. Он кладет его рядом с собой, да еще и экраном вверх. Ему всплывают какие-нибудь наклейки. Наклейки легко отключаются. Давайте я вам покажу сейчас, как выключить наклейки на айфоне, допустим. Очень важно отключить себя от деятельности, от отвлекающей вас деятельности, на то время, которое вы делили на творческую деятельность. Хорошим примером тут является сравнение с тем, что представьте, что вы для самого себя являетесь еще ребенком, который вас отвлекает. То, что он вас отвлекает, не значит, что он плохой, не значит то, что он хочет вам навредить, но это значит то, что он не даст вам написать книгу. И вы должны этого ребенка, грубо говоря, на то время, пока вы занимаетесь книгой, на то время, пока вы занимаетесь стендапом, творческой деятельностью, репетицией музыкального вашего проекта, съемкой видеоблога, вы должны этого ребенка отключить, вывести за дверь. А потом, да, вы откроете дверь, впустите его обратно, но только через определенное время, например, через час. Очень важно, чтобы вы это делали. Если вы даете маленькую лазейку, маленькое окошечко для этого котика, для этого ребенка, он в нее влезет. Если вы позволите близким обращаться к вам в это время, пока вы занимаетесь творческой деятельностью, они в нее влезут. Представьте, что вас разбудили на первых 15 минутах вашего сна. Кому нравятся более жесткие сравнения, представьте аналогию с сексом. Представьте, что вы не доходите до конца, потому что, ну, постоянно кто-то заходит в комнату, или вам нужно поменять место дислокации, вы не будете получать того результата, который вы хотите. В творческой деятельности фокус в том, что считается только конечный результат, законченная книга. Процесс написания книги никто не видит и не оценит. Точно так же, как репетиционный процесс в театре, никто не видит и не оценит, без самого спектакля. На этом все в этом видео про творческую деятельность. Я очень рад, что вы сделали тест, который мы писали в своих комментариях, свои результаты. Надеюсь, вы заметили, что переключаться не так важно. В одном из следующих видео на самом YouTube-канале мы поговорим о том, откуда берется тревога и неуверенность на сцене. Ну, а сейчас мы продолжим говорить уже об онлайн-курсе, как написать книгу. Я приглашаю вас пройти к следующему видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok